Главным учреждением, которое отвечает за государственную оборону, является, конечно же, Министерство обороны. Но в кризисной ситуации должно работать все государство, все его ведомства и учреждения. Они должны выполнять те же задачи, но в другой ситуации и в сложных условиях. Госконтроль проверил готовность пяти министерств и несколько задач гособороны. Выяснилось, что эта готовность недостаточна. Для того, чтобы государство функционировало, должна работать и система здравоохранения, должна работать энергоснабжение, снабжение продовольствием. То есть министерства, выполняющие определенные функции в мирное время, должны с ними справиться и в тревожные времена. Мы и проверили, справятся ли они с этим. Госконтроль обнаружил, что есть и проблемы, но есть и возможности, которые мы могли бы использовать лучше. Госконтроль исходил из концепции широкомасштабной государственной обороны, которые ставят перед учреждениями 90 разных задач. Проблема в том, что в подчинении каждого ведомства есть свои учреждения, у которых есть задачи и в мирное, и в кризисное время. Проблема еще и в том, что большая часть планов является секретной. Поэтому, с одной стороны, надо обеспечить постоянное быстрое движение информации, а с другой предотвратить ее утечку. С вопросами государственной обороны и не должны быть знакомы все. Важно то, чтобы о них знали те, кому это положено. Может сложиться ситуация, когда одно министерство полагается на другое, об этом оба министерства должны знать. Но мы и выяснили, что хотя у нас и составлены неплохие кризисные подпрограммы, но здесь требуется лучшая координация. Это не требует дополнительных расходов. Только госканцелярия может выяснить, насколько эти программы связаны и взаимодействуют. Еще один вопрос ресурсы, как людские, так и материальные. Министерства должны знать, хватит ли у них специалистов для работы в кризисное время и какими должны быть самые разные запасы. Анализ должен проводиться регулярно и на основе оценки рисков. В большей степени проблема кадрового резерва решена в Минобороны и МВД. Возможно, где-то есть нехватка ресурса, а где-то избыток. Финансирование также могло быть более системным, а сейчас оно зачастую происходит на уровне разовых решений. Эксперты уже успели подготовить ряд рекомендаций, ведь, по мнению госконтроля, готовность Министерства работать в условиях обороны нельзя назвать достаточной. Тут надо напомнить о нынешней общей, весьма напряженной ситуации в мире. Михаил Владиславлев, Роман Васильев, Новости Таллина.